В ходе каждой своей рабочей поездки в регионы президент Шавкат Мерзиёв акцентирует внимание на реализации масштабных программ и перспективных проектов. Их конечная цель в любой сфере – благополучие людей и общества. Для того, чтобы обозначить новые точки роста, сегодня глава государства посетил Сырдарью, принял участие в работе в неочередной сессии областного кингерша народных депутатов. Рассмотрен организационный вопрос, обозначены новые направления дальнейшей работы. И всё в открытом диалоге с народными избранниками, представителями широкой общественности, аксакалами и молодёжью. На протяжении многих лет Сырдаринская область, по сути, граничащая со столицей Узбекистана, находилась в аутсайдерах социально-экономического развития. Всё, что здесь было – это поля, бескрайние поля, засеянные хлопчатником, автобусы со студентами и рабочими предприятиями, едущих на сбор белого золота. Славились и продолжают оставаться таковыми мерзачульские дыни. Вот и вся лента новостей. Сельское хозяйство не просто превалировало, оно доминировало. Однако в последние годы картина изменилась кардинально. Буквально за несколько лет Сырдарья превратилась в зону масштабной индустриализации. В 2016 году в области было произведено промышленные продукты на 3,5 триллиона сумм. По итогам прошлого года суммарно этот же показатель составил 12 триллионов. Увеличение почти в 4 раза. По цепочке в 3 раза увеличился валовый региональный продукт с 6 до 18 триллионов сумм. Никто раньше и не задумывался, что в Сырдаринских степях можно возвести крупный промышленный объект. Сегодня регион, благодаря инициативам главы государства, превратился в центр притяжения для мегапроектов. К примеру, промышленный потенциал в городе Янгер за 6 лет вырос в 10 раз, в Мерзабадском районе в 6 раз, в Акалтынском, Гулистанском, Сардабинском и Хавастском районах в 2 раза. Для поддержания динамики и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию, Хаваси, известная турецкая компания, введена в эксплуатацию теплоэлектростанция мощностью 220 мегаватт. В этом году планируется запустить еще одну современную ТЭС с производительностью 1500 мегаватт на территории города Ширин и Боевудского района. Никакие степи и погодные условия не помеха. Индустриализация региона позволила в короткие сроки найти ответы на вопросы социального значения, которых накопилось, как говорится, целый ворох. Наука, образование, строительство жилья, занятость населения – все начало выстраиваться в единую понятную архитектуру регионального развития. Представьте, раньше лишь четверть детей могла посещать детские дошкольные учреждения. Сегодня уже семеро из десяти охвачены детскими садами. 165 тысяч человек получили возможность пользоваться централизованным водоснабжением. В свою очередь, система здравоохранения области стала испытательной площадкой для внедрения самых передовых методов и технологий медицинского назначения. Можно с уверенностью сказать, что многие реформы начались именно с Эрдари. Здесь впервые начался процесс цифровизации сферы и внедрения страховой медицины. Раньше считалось, что в области нельзя возводить многоэтажные здания. Кто сделал подобное заключение, уже и не вспомнит никто. За шесть лет в регионе построено объектов на более чем 162 миллиарда суммах, и все они устремлены ввысь. В том же Хавасе за полвека не было дома выше двух-трех этажей, а сегодня отгрохали целый сити. Жители региона знают, что за каждым визитом главы государства обязательно начнется реализация крупных проектов, которые вдохнут в Мерзачульские степи новую жизнь, развитие и прогресс во всех отношениях. 7 апреля 2023-го. Подобный формат диалога в ходе рабочих поездок президентов региона отличается особым конструктивным настроем и актуальностью поднимаемых тем, глубоким критическим анализом. Именно на полях таких встреч глава государства обозначает конкретные целевые ориентиры. В дополнение к заложенным в ГОС и инвест программам для ускорения процесса реформ выделяется солидное сигнование. Такой стала и эта внеочередная сессия Сырдарийского областного кенгеша народных депутатов. Уже в самом ее начале глава государства подчеркнул, что формат сегодняшнего диалога будет иным. В открытый обмен мнениями будут включены все районы, студии, подключенные по видеоконференцсвязи, ответственные руководители, простые люди. Если все реформы, мы начнем с самого низового звена, будет эффективность. Люди почувствуют происходящее изменение, подчеркнул президент. Главоксдарст отметил, что жители области достигают больших результатов, трудясь с высоким патриотическим сознанием. За последние шесть лет в область было привлечено 30 триллионов сумм инвестиций. Запущено 6 640 новых предприятий. Благодаря этому было создано 55 тысяч постоянных рабочих мест. Выведено из бедности 17 тысяч семей. В Сырдарье также увеличилось количество предпринимателей. Появились новые отрасли, такие как строительные материалы, фармацевтика, кожевенная и пищевая промышленность, которых прежде не было. В частности, по направлению строительных материалов было реализовано 274 проекта. И этот сектор стал новым драйвером. Его доля в промышленности области превысила 7%. Регион занимает первое место в республике по производству и экспорту бахчи. В Сырдарье производится треть электроэнергии нашей страны. 16% кожевенной и 10% фармацевтической продукции. После поездки президента в октябре прошлого года была принята программа превращения Сырдарьи в регион, свободный от безработицы. На ее реализацию области дополнительно выделено 2 триллиона сумм. В частности, 20 тысячам жителей предоставлены льготные кредиты, 5 тысячам безработным молодым людям выданы субсидии на оборудование. Также оказана помощь в организации деятельности более 2 тысяч ремесленников. Обучены этому мастерству более 12 тысяч юношей и девушек. Для ведения сельского хозяйства населению было выделено дополнительно 5 тысяч гектаров земли. 10 тысяч человек получили источник дохода. Главное, что государство отметил, что достигнутые результаты теперь уже история. А возможностей для социально-экономического развития региона еще много. В частности, Сырдарья располагает богатыми природными ресурсами. Посевных земель на душу населения здесь в 2-3 раза больше, чем в других регионах. Уровень обеспеченности сельского хозяйства водой также высок. Если привнести науку и инновации, можно увеличить объемы производства и экспорта. Уверен президент. Сырдарья находится недалеко от Ташкента, крупнейшего потребительского рынка в республике. Она также имеет удобный транспортный коридор между двумя соседними странами. Казахстаном и Таджикистаном. Глава государства подчеркнул необходимость задействовать эти возможности и превратить Сырдарью в регион передовых инноваций в промышленности, предпринимательстве, сельском хозяйстве, образовании и медицине. Здесь полезным будет опыт Китая. Эта страна добилась больших успехов в данных областях. Кроме того, китайские инвесторы проявляют большой интерес к региону. За последние шесть лет в городе Ширине, Мерзобадском и Сырдарьинском районах открыто более 60 крупных промышленных предприятий. Только в 2022 году в регион было привлечено более 250 миллионов долларов китайских инвестиций. На совещании президент озвучил пять новых инициатив, направленных на повышение благосостояния сырдарьинцев. Во-первых, в зоне передовых инноваций будет введен особый льготный режим для проектов по 20 направлениям – биофармацевтики, строительных материалов, сельского хозяйства, пищевой промышленности, электротехники, медицины и образования. Они сроком на три года будут освобождены от уплаты земельного налога, налогов на имущество, прибыль и оборот, а также таможенных пошлин. Земельные участки в зоне будут выделяться в упрощенном порядке. Участки и здания можно будет покупать в рассрочку на пять лет. Также в Сырдарье будет создан узбекско-китайский биотехнологический кластер с объемом инвестиций 500 миллионов долларов. Совместно с ведущими университетами Китая в Гулистане будут созданы Международный университет образования и исследований, клиника инновационной медицины, Центрально-Азиатский геномный центр, центр клеточной терапии для лечения онкологических заболеваний. Также кластер будет производить современные диагностические приборы, инновационные вакцины, пробиотики и онкологические лекарственные препараты. Для кластера будет выделено 200 гектаров земли, построены учебные корпуса на 10 тысяч студентов, современный кампус, лаборатории и школы инженеров. Второе. 11 районов и городов области будут специализироваться на промышленности. В каждом будут созданы инновационные технопарки по китайской модели. В них планируется реализация инновационных проектов в области электротехники, биофармацевтики, химии, строительных материалов, шелководства и пищевой промышленности. Технопаркам будет предоставлен статус свободной экономической зоны с введением упрощенной системы режима переработка на таможенной территории. В этом году на инфраструктуру технопарка будет выделено 200 миллиардов сумм. Для финансирования инвестиционных проектов в Сырдарье будет создан узбекско-китайский инвестиционный фонд совместно с авторитетным китайским фондом «Шелкового пути Китая» и другими финансовыми институтами. В фонд будет инвестирован 1 миллиард долларов. Третье. В Сырдарье будут внедрены самые передовые агротехнологии. Хакима в области будут консультировать эксперты по сельскому хозяйству из Китая. Будут привлечены инвесторы для модернизации оросительных и мелиоративных систем. Сырдарья будет превращена в крупный логистический узел, связывающий нашу страну с Казахстаном, Таджикистаном, Китаем и Афганистаном. Для этого в сотрудничестве с китайскими инвесторами будут построены новые транспортные маршруты и мультимодальный логистический центр, связывающий восточную и центральную часть республики и интегрированный с зарубежными направлениями. Кроме того, с Сырдарьи начнется эксперимент по привлечению частного сектора к строительству, содержанию и управлению дорогами. Пятое. Опираясь на результаты медицинских реформ и имеющиеся возможности, город Гулистан будет превращен в хаб инновационной медицины. На сессии рассмотрен организационный вопрос. Президент Шавкат Мерзиёев рекомендовал на должность Хакима Сырдарьицкой области к кандидатуру Акмальджона Махмудалиева. Он родился в 1974 году. Имеет большой опыт работы в государственных органах. Занимал должности Хакима Учкуприкского района Ферганской области, заместителя Хакима Новоийской области по вопросам сельского и водного хозяйства. С ноября прошлого года исполняет обязанности Хакима Сырдарьицкой области. Перед обсуждением участники заслушали программу кандидата. Акмальджон Махмудалиев презентовал свои планы по развитию предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства, созданию достойных условий жизни населения области. Глава государства дал ответственным лицам поручение по реализации озвученных предложений. Предусматривается, что на решение социальных вопросов в Сырдарьинской области дополнительно к предусмотренным госпрограммам на текущий год 685 миллиардов суммам будет выделено 380 миллиардов и еще 110 миллиардов суммам на развитие семейного предпринимательства. Поручено привлечь 1 миллиард долларов на промышленные, сельскохозяйственные и предпринимательские проекты, 105 миллионов долларов на строительство инфраструктуры. Вместе с тем поставлена задача привлечь иностранные инвестиции, превратить Сырдарьинскую область в инновационный регион. После презентации депутаты областного Кенгяша высказали свои мнения по программе кандидата. Организационный вопрос был вынесен на голосование. По его итогам Акмалджон Махмудалиев утвержден хакимом Сырдарьинской области. Многие озвученные сегодня волнующие людей проблемы были решены президентом прямо на месте. То есть налицо было четкая обратная связь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева о назначении Махмудалиева на должность Хакима Сырдаринской области. В соответствии с пунктом 15 ст. 93 и ст. 102 Конституции Республики Узбекистан, а также решением Сырдаринского областного кенгеша народных депутатов, назначить Махмудалиева Акмальджона Адимджоновича Хакимом Сырдаринской области. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев. Ускоренное, но выверенное развитие регионов, последовательное повышение уровня жизни людей – приоритет. Рабочая поездка главы государства в Сырдаринскую область была построена в столь же конструктивном ключе. Промышленные адреса, запуск новых мощностей, локации социальной направленности, хронология событий – далее в программе. Фармацевтическая промышленность, некогда остававшаяся в тени, она в последние годы демонстрирует солидный потенциал и динамик роста. Открывая новые возможности для дальнейшего развития с учетом особенностей каждого региона. К примеру, только в рамках свободной экономической зоны Сырдарьо-фарм за короткий период времени в практическую плоскость переведены 6 перспективных проектов, общая стоимость которых составляет без малого 105 миллионов долларов. Если два года назад фармопродукция в регионе выпускалась на 206,5 миллиардов сумм, то по итогам прошлого года данный показатель возрос до 393 миллиардов сумм. 21 предприятие, где создано 2000 новых рабочих мест, производит более 317 ее видов. В целом по Сырдарьинской области в 2023 планируется реализовать еще 6 проектов почти на 21,5 миллиона долларов, что обеспечит выпуск свыше 400 фармацевтических препаратов, а годовая производственная мощность возрастет до 461 миллиарда сумм. И здесь каждая территория располагает своими преимуществами, которые в копии с мощной поддержкой на самом высоком уровне ускоряют процесс модернизации и промышленного роста. Появляются новые и современные объекты, в том числе и в городе Гулистане, где президент ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью ОМОН Медфарм, поинтересовался возможностями технологической линии и планами на будущее. Руководитель страны поставил перед ответственными лицами задачу, связанную с дальнейшим углублением локализации фармацевтических препаратов, а также наращиванием объемов их производства. На данном предприятии в год планируется выпускать более 91 миллиона штук фармацевтических препаратов, среди которых, к примеру, инъекционные и инфузионные растворы, которые способны поддерживать жизнедеятельность клеток и органов, не вызывающих существенных сдвигов физиологического равновесия в организме человека. Продукция импортозамещающая, что также немаловажно. Свыше трех миллионов долларов. Именно в таком объеме способна производить продукцию в год современная технологическая линия. В Узбеке 70% фармацевтических препаратов импортируется в нашу страну. В целях локализации и выпуска импортозамещающей продукции, пользуясь созданными руководителем нашей страны возможностями, для предпринимателей мы возвели данное предприятие. На сегодняшний день у нас налажена современная технология, мощность которой позволяет выпускать большой объем продукции. В результате чего мы можем снизить стоимость фармопродуктов на 50%, что также позитивно отразится на более широком удовлетворении потребностей на них населения. И это не только рост экономических показателей промышленного объекта, но и развитие территории, расширение ее социальной инфраструктуры. Самое главное – обеспечение занятости населения. Ведь благодаря одной лишь этой бизнес-инициативе создается тысяча новых рабочих мест, которые займут представители местного населения, молодые специалисты. Я закончила фармацевтическое училище, но так как не могла устроиться здесь я на работу, не было таких перспектив, не было таких возможностей. Мне пришлось на протяжении 15 лет работать за рубежом. Но на данный момент уже столько возможностей. Спасибо нашему президенту за такую возможность. У нас вот такая большая компания, трудоустроены, молодежь трудоустроена. Мы, естественно, я не вижу смысла работать где-то вдали от дома, когда здесь все родные, близкие. Мы очень все довольны, благодарны. На данный момент в городе Гулистан развиваются вот эти предприятия, открываются новые точки. С помощью президента, его программы по усовершенствованию, «Кластеры» – это очень улучшает жизнь города. Я в 2012 году уехал в Россию из-за того, что не было возможности заработать. Я 6 лет проработал в Москве, после вернулся сюда. И заметил, что были очень много улучшенных условий. Сейчас вот работая здесь, я понимаю, что я являюсь частичкой для развития Узбекистана. На сегодняшний день созданы здесь все необходимые условия для труда. В рамках данного проекта предусмотрено создание ряд других объектов. На сегодняшний день здесь также ускоренными темпами идет строительство специализированной школы, рассчитанной на ученических 750 мест. Выпускники образовательного учреждения могут продолжить учебу в данном направлении, уже возведенном здесь в УЗИ на 700 мест. Получив высшее образование, молодые люди будут иметь возможность начать и вести свою трудовую деятельность по специальностям именно на этом фармопредприятии. Очередным строящимся объектом является современная клиника на 450 мест. Сырдоринская область в последние годы активно наращивает производственный потенциал, за которым новые конкурентоспособные мощности, инфраструктура. Множество постоянных рабочих мест означает повышение доходов людей. Нынешняя рабочая поездка обозначила дальнейшие прорывные механизмы и направления индустриального и инновационного развития. И как практическое тому подтверждение, личное участие президента в онлайн-церемонии старта подобных объектов. О готовности запустить линии информировали Шавката Мерзиёева и инициаторы проектов. Предприятие «Риверментфарма» реализовало проект по выпуску 42 миллионов единиц инфузионных лекарственных препаратов в 107 наименовании в Сырдоринском районе. Запуск данных фарм-мощностей позволяет создать 250 постоянных рабочих мест и выпускать год импортозамещающей продукции на 60 миллиардов сумм. Предприятие «Модерн Марбл» совместно с китайскими партнерами наладило в этом же районе технологические линии по производству продукции из мрамора, плит различного размера и готовых изделий. Эффект импортозамещения составит 26 миллиардов сумм. Предприятие «Евро-Азия Газбетон», расположенное также в Сырдоринском районе, ориентировало современные производственные мощности на выпуск 6 видов газоблочной продукции на 330 миллиардов сумм в год. Инновационные технологии доставлены из Голландии. Привлечены 7 опытных специалистов из Турции. Дополнительно создано 150 рабочих мест. Еще одно современное предприятие по выпуску востребованной продукции для стройиндустрии «Ташкент-Сити Голлблок», расположено в Сайхунабадском районе Сырдоринской области. Проект совместный. Привлечены прямые инвестиции из России, Турции, Афганистана и Объединенных Арабских Эмиратов. В год здесь будет производиться 300 тысяч кубометров газоблоков на 82 миллиарда сумм. Работа обеспечена 100 местных жителей. Предприятие «Пенгшенг Чарм» с локации в Сырдоринском районе ориентировало новые мощности на выпуск натуральной кожи объемом 1500 квадратных метров в год и 468 тонн желатина. А в городе Янгиери создано мукомольное производство. Предприятие «Интертрейдингрупп» будет обеспечивать рынок и население востребованной продукцией высокого качества и по конкурентным ценам. Это 45 тысяч тонн муки в год. В целом на данных предприятиях будет создано около 600 рабочих мест. Благодаря их деятельности производство области вырастет на 37 миллиардов суммов, а экспорт почти на 30 миллионов долларов. Президент Шевкат Мерзиоев нажал символическую кнопку, «Интертрейдингрупп» будет обеспечивать рынок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... ...собравшимися на церемонию с эрдарийцами. А еще пообщался с представителями средств массовой информации, обозначил свое видение того, как превратить эрдарью в регион передовых инноваций. Говорилось о важнейших задачах современного этапа реформ, связанных, к примеру, с рациональным использованием водных ресурсов, о значимости образования, знаний в жизни нашего общества, о развитии деятельности интеллектуального клуба «Заковат», расширении его возможностей, повышении заинтересованности молодых людей в получении качественного образования, мощного фундамента дальнейшего развития нашей страны. Творческая школа имени Халимы Худайбердивой. Своего рода будущее образование, которое создается здесь и сейчас. Мы говорим будущее, так как школа была основана совсем недавно, а точнее в 2019 году. Вот здесь хочется учиться, хочется узнавать мир. Субтитры создавал DimaTorzok Переход к обществу знаний требует наличия подобных творческих школ, создающих новое и иное, а не просто улучшающих качество уже существующих продуктов. Воспитание нового поколения в таких условиях предполагает иную систему образования. Да даже атмосфера тут необычно красивая, и это вдохновляет детей на раскрытие в себе новых талантов. Ученики школы, по-моему, своего родного языка тут изучают турецкий, испанский, английский и русский языки. К тому же тут действуют спортивные и предметные секции. И особое внимание при этом уделяется прикладному искусству. В ходе беседы главы государства с преподавателями школы речь шла о важности воспитания у талантливой молодежи, чувства гордости за свою родину, уважении к богатым национальным культурно-историческим традициям нашего народа. Очень рада, что сегодня президент посетил нашу школу, ознакомился с условиями нашей школы, также разговаривал с нашими детьми. Я сказала, что такие школы дают огромную возможность выразить свой потенциал нашим детям, которые талантливые. Творческая школа, еще мы все, которые есть в школе, общая образовательная школа, все предметы преподают. Преподаются физика, биология, химия. Кем бы они ни стали в будущем, они вот эти навыки, творческие навыки, они всегда пригодятся. И президент как раз акцентировал свое внимание именно на это. Здесь часто организуются мастер-классы с известными писателями и поэтами. Школа закреплена за определенным вузом, который оказывает методическую поддержку на постоянной основе. Да и в целом, все, что делается, направлено на раскрытие талантов и интересов у подрастающего поколения. Эта специализированная школа была создана по инициативе нашего президента. На данный момент у нас обучается 187 учащихся. С 7 по 11 класс. Теория, то, что они обучаются, усваивают теории, они и в практике, потому что мы сейчас сделали, открыли студию специальную для детей, которых хотят быть тележурналистами. И наше телевидение местное сотрудничает с нами, и они по-настоящему ведут передачи, сами делают интервью. Ребята, которые хотят заниматься научной деятельностью, они сотрудничают с вузами. И профессора, преподаватели, они вместе делают научные работы. И эти научные работы даже печатаются в международных конференциях. Есть такие у нас дети. Они пишут стихи. В Индии были, в Англии, недавно даже в Турции у нас, в газетах, в журналах печатались стихи наших детей. Важно понимать, это непринужденная обстановка, гибкая учебная программа, преподавательский состав. Все направлено для того, чтобы дать ребенку свободу при выборе профессии в будущем. В перспективе выпускники школы могут стать журналистами, лингвистами, поэтами или писателями, дипломатами. Главное, они будут прочной опорой для государства. На этом рабочая поездка президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиева в Сардаринскую область завершилась.